Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». И мы продолжаем разбираться в тонкостях наследства с нотариусом города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире и у вас есть возможность дозвониться к нам в студию по телефону 202-11-22 и задать свой вопрос, если он, разумеется, касается нотариальной деятельности. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, вот какие услуги на сегодня нотариусы Самарской области предоставляют населению? Это достаточно большой спектр нотариальных услуг. Все они перечислены в статье 35-й основы законодательства о нотариате. И к нотариусу можно обратиться сейчас по различным вопросам, связанным с отчуждением недвижимости, с удостоверением брачного договора, с удостоверением доверенности, с оформлением наследственных прав. Очень много нотариальных действий сейчас мы делаем по обеспечению доказательств. Это протокол осмотра вещественных доказательств, осмотр каких-то интернет-страниц, интернет-ресурсов. Потому что все больше и больше информации размещается на информационных каналах, в информационной сети интернет. И порой граждане обращаются за удостоверением факта соответствия той или иной информации, либо соответствия размещенной информации вовремя, либо какой-то оферты или предложения на определенном канале интернета. И поэтому такие действия тоже стали сейчас наиболее популярны. Много действий совершает сейчас нотариус в электронном виде, связанных с электронными ресурсами. Нотариальные действия сейчас связаны с передачей документов в электронном виде. Если раньше было одно из действий по передаче заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, то сейчас такая необходимость несколько отпадает, потому что просят документы сделать в электронном виде, так сказать, отцифровать этот документ. И уже мы предоставляем документы в электронном виде непосредственно гражданину. И он уже самостоятельно передает. Инна Борисовна, я знаю, что и новшества произошли в работе нотариуса в этом году. Вот расскажите, пожалуйста, что это за новшества? Прежде всего, ну, конечно, и по статистическим данным наши действия перешли больше в некоторую такую сферу электронного документа оборота. И новшества такие, что мы при оформлении наследственных прав предоставляем документы на государственную регистрацию физических лиц в регистрирующий орган. Это не отдельное нотариальное действие, это, так скажем, завершение этапа оформления наследственных прав. То есть гражданин, который оформляет наследственные права, не обращается ни в регистрирующий орган, ни в посредственно многофункциональных центров предоставления услуг. Он оставляет нам этот документ. Мы путем сканирования и заполнения определенного заявления в электронной форме представляем этот документ в электронном виде в регистрирующий орган. При этом регистрирующий орган выставляет нам уникальный администрационный номер, по которому оплачивается государственная пошлина. И в течение суток право гражданина на основании нотариально выданного свидетельства о праве наследства зарегистрировано. Также нотариус представляет на госрегистрацию договор, который он удостоверил. Например, отчуждение этого договорка при продаже, либо дарение. Также гражданин, приобретатель по такому договору, не обращается в регистрирующий орган, экономит, конечно, свое время. Это тоже не отдельное нотариальное действие, это сопутствующая, так скажем, услуга или сопутствующая сопровождение, завершающая процедура по удостоверению договора купли-продажи. У госпошлины тоже с, так сказать, преимущественным коэффициентом, она меньше, чем гражданин пошел бы и самостоятельно подал такое заявление на бумажном носителе. Она на 600 рублей меньше по сравнению с обычным заявлением, поданным в бумажном виде. И поэтому все больше и больше набирает документы оборот именно в электронном виде. Спасибо большое. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что наша программа выходит в прямом эфире 202.11.22. Если у вас есть вопросы по завещанию, по наследству, возможно, по брачному договору или по доверенности, вы можете позвонить к нам в студию и Инна Борисовна Хайкина, нотариус города Самара, непременно ответит на него. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, а вот есть ли еще какие-то новые сервисы, ну, помимо которых вы перечислили только что, для населения, доступные для вас, но в то же время они упрощают работу вашу, ну, и, соответственно, экономят время и деньги граждан? Да, я бы обратила внимание на сервис, который позволяет нотариусу представить документы в электронном виде в Федеральную налоговую службу. Это относится к тем заявлениям, которые оформляют у нас граждане, чаще юридические лица, подлинность подписи, на котором подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и форма, по которым это чаще всего 13-й, 14-й формы, 15-й формы, так называемые, так скажем, в обиходе, они должны подаваться в налоговый орган, либо через также окна приема многофункционального центра. В данном случае представить документ по нотариально-засвидетельственному заявлению в праве нотариуса самостоятельно, также путем сканирования этого заявления и направления его в Федеральную налоговую службу. Здесь уже как бы это идет как отдельное нотариальное действие, но, конечно, тоже сокращает временные какие-то затраты граждан, и лист записи приходит также к юридическому лицу на почту, по которой мы указываем, и с этим листом записи гражданин либо может обратиться в банки, какие-то кредитные учреждения, где необходимо, либо может обратиться к нотариусу, чтобы мы удостоверили этот документ на бумажном носителе, электронному документу. Вот вы несколько раз уже произнесли такую фразу, она меня заинтересовала. Отдельное нотариальное действие. Скажите, пожалуйста, расшифруйте, во-первых, это понятие, и чем отдельное нотариальное действие отличается от обычной услуги, которую также вы представляете? Ну, дело в том, что если, в частности, как я говорила, о наследстве и о договорах об отчуждениях недвижимого имущества, обязанность нотариуса представить в регистрирующий орган, это подчеркиваю обязанность, и не взымается ни в дополнительные госпошлины, и абсолютно происходит это бесплатно, только с помощью электронного взаимодействия между нотариусом и регистрирующим органом. Что касается взаимодействия с налоговой службой, представление на государственную регистрацию пока носит, так скажем, платный характер и представляет собой отдельное нотариальное действие. Потому что здесь законодатель предоставил некую альтернативу. Либо гражданин идет самостоятельно в многофункциональный центр, либо в налоговую службу, либо посредством уже документов, которые сканирует нотариус, оплачивает эту услугу как нотариальное действие, и нотариус представляет в электронном виде. На мой взгляд, это связано с тем, что нотариус, который ведет производство по наследственному делу и по удостоверению договора, в его производстве находятся абсолютно все документы, связанные с паспортом, с документами, про устанавливающим на недвижимое имущество. И это не настолько трудозатратно. А что касается юридических лиц, нам, наоборот, представляют дополнительные документы, многостраничные уставы, решения. И мы, как бы, так скажем, переводим в цифровую обработку дополнительно. Поэтому берется тариф. Спасибо. У нас есть звонок от телезрителей. Здравствуйте. Мы слушаем ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы тебя обратите, пожалуйста. Вот квартира принадлежит четырем собственникам. Нужно ли идти всем к нотариусу, чтобы оформить договор купли-продажи квартиры? Спасибо. Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. В данном случае, если отчуждается вся квартира, которая, как вы сказали, принадлежит четверым собственникам, то с 1 августа 2019 года необходимость нотариального удостоверения отсутствует. В том случае, подчеркиваю, если вся квартира продается и все готовы прийти одновременно, либо выдать доверенность на представление их интересов по вопросам продажи квартиры и получения соответствующих, прочитающихся денег. Если отчуждается какая-то одна доля одним из сособственников, вот в той ситуации, в которой вы сказали, когда квартира в общей долевой собственности отчуждается одна доля, то в таком случае, да, требуется нотариальная форма. Спасибо большое. Мы продолжаем общаться в прямом эфире. Уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в студию. 202-11-22. Телефон прямого эфира. Инна Борисовна Хайкина, нотариус города Самара, ответит на любой вопрос, связанный, разумеется, с нотариальной деятельностью. Наследство, брачный договор, завещание, дозванивайтесь 202-11-22. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, оказывается ли на сегодня услуга по удостоверению соответствия электронного документа бумажному? Да, это идет как следствие тех вот электронных процедур, о которых мы сейчас говорили. Завершением представления на государственную регистрацию является выписка об объекте недвижимого имущества, о характеристиках такого объекта, который либо наследуется гражданином, либо приобретается по сделке. На электронный адрес нотариуса приходит выписка об основных характеристиках этого объекта, приходит выписка в электронном виде, и нотариус с помощью определенной программы проверяет, правильно ли эта выписка подписана, корректна ли электронная подпись, которая подписана, правильно ли она обработана. Если программа пропускает такую выписку, и действительно подпись верная, то мы распечатываем эту выписку и совершаем нотариальное действие по удостоверению бумажного документа, документу в электронном виде. То есть делаем равнозначность того документа, который к нам пришел в электронном виде. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Слушаем ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, квартира у меня в собственности вместе с сыном. Но сын не является собственником, и я бы хотела написать на него завещание. Его присутствие обязательно, и сколько это будет стоить? Спасибо. Ну, прежде всего, хотелось бы уточнить, вы, наверное, хотели сказать, что проживаете с сыном. Проживаете, да. Собственник, но не является собственником. А вы еще на связи с нами? Да, да. То есть квартира принадлежит, скорее всего, вам лично, правильно? Да. Вам лично. Для совершения нотариального действия по удостоверению завещания необходима воля только ваша. И необходимо присутствие только вас. Строго необходимо присутствие только вас. Потому что тайна совершения нотариального действия и тайна удостоверения завещания не позволяет никакому третьему лицу присутствовать при удостоверении завещания, и это, конечно, не требуется. Вы должны прийти самостоятельно в нотариальную контору, при себе иметь паспорт, желательно иметь документы на квартиру, просто желательно, чтобы нотариус верно указал точный адрес того объекта, который вы хотели завещать, и желательно иметь ксерокопию паспорта сына, чтобы также написать верно фамилию и имя отчества и не ошибиться в правильности написания имени и отчества сына. Факт совместной регистрации, факт того, что он на сегодня не знает, и, может быть, вы ему это не скажете, что вы составите завещание, не повлияет для совершения этого действия. Инна Борисовна, у меня в продолжении просто интересный вопрос. А если, допустим, изменится жизненная ситуация, изменится адрес и завещаемая квартира, в таком случае нужно будет приходить переписывать завещание, если в завещании указан конкретный адрес и конкретная квартира? Ну, если адрес поменяется совсем в связи с продажей этой квартиры и приобретением новой квартиры, конечно, нужно приходить и изменять завещание. Не нужно изменять завещание только в одном случае, если написано слово «все, мое имущество», завещаю в том числе такую-то квартиру. Даже если квартира уже будет продана, подарена, но есть слово «в завещании все», значит, оно распространяется и на вновь приобретенное недвижимое имущество. А вот если адрес поменяется в связи с переименованием улицы либо дома, ну, по моему личному мнению, что переделывать завещание не нужно, и у нас существует статья 1132 Гражданского кодекса, которая говорит о возможности толкования завещания. Да, конечно, нотариус принимает буквальное прочтение завещаний и всех распоряжений, но также мы можем использовать сопутствующие документы в совокупности и при представлении наследникам постановления городского округа, например, Самара, о переименовании такой-то улицы, либо о переадресации объекта, я думаю, что в совокупности нотариус может прочитать без отправления в суд и без надобности исправлять завещание. Спасибо вам большое. 202-11-22, именно по этим телефону мы ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители, дозванивайтесь, пожалуйста. Вопросы, связанные с наследством, завещанием, брачным договором и многими другими материальными действиями, если вам нужно их совершить и вам нужна сейчас консультация, то Инна Борисовна Хайкина, нотариус города Самары, непременно вас проконсультирует сейчас в прямом эфире нашей программы «Территория права». И мы переходим к вопросам от телезрителей. Инна Борисовна, вот такой вопрос. Скажите, нужна ли заверенная нотариусам доверенность гражданскому мужу для того, чтобы приводить ребенка в сад? То есть, прежде всего, нужно ответить на вопрос о том, кто такой гражданский муж. Такого понятия у нас не существует. Но сожитель. Да, сожитель есть. Наверняка, просто сожитель у ребенка есть мама. Мы знаем, что есть мама. По общему правилу, по Семейному кодексу, права и обязанности родителей совершают лично, не через представителей. И если такой возможности нет самостоятельно отводить в сад, и администрация этого учреждения может потребовать такой документ, то я бы порекомендовала сделать недоверенность, а согласие на сопровождение несовершеннолетнего ребенка в определенное учреждение, либо досуговое учреждение, либо школа, либо детский сад, с определенным лицом. И указала бы там непосредственно период действия этого согласия, то есть на сопровождение ребенка в такое-то детское учреждение, в период, например, в тот, в который вы спокойно можете как бы быть уверенным о взаимоотношениях с этим человеком. Например, сделалось пока на 3 месяца, на 4 месяца, на 5 месяцев. Если все будет в порядке, то можно будет вновь сделать такое согласие. Я бы назвала это согласием. Благодарю вас. Следующий вопрос также от телезрителей. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Время у нас еще предостаточно. Дозванивается, уважаемые телезрители. По наследству досталось 2 трети квартиры. Оформляли у нотариуса. Прошло 5 лет. Теперь второй наследник готов продать мне 1 четвертую долю. Как можно быстро это сделать, спрашивает вас? Я так понимаю, что все оформляли квартиру по наследству. И сейчас один из особственников желает продать эту квартиру. Для отчуждения одной доли необходимо обратиться к нотариусу. При этом единственный документ, который граждане представляют в данном случае с целью удостоверить сделку, это справочка о зарегистрированных лицах. Такая справка берется по месту нахождения недвижимого имущества, ориентировочно за одну неделю до сделки. Все иные документы нотариус совершает, запрашивает самостоятельно, в электронном виде. И проект, конечно, составляет тоже нотариус. Предварительно нужно прийти на консультацию, ставить ксерокопию документов и примерно за два-три дня до желаемой даты совершения сделки. Устно, конечно, вы должны изложить сумму продажи и порядок расчетов. Порядок расчетов может быть как наличными деньгами, безналичными, до совершения сделки, после совершения сделки. Конечно, от этого зависит и содержание самой сделки, поэтому необходимо нотариусу все это изложить до составления проекта. Также есть возможность, если вы совершаете сделку у нотариуса, внести деньги в депозит нотариуса, так сказать, принять на депонирование. Это по всем нотариальным сделкам. Нотариусу принимают деньги в депозит и передают их лицу, которому они эти деньги перечитаются, после того, как государственная регистрация прошла. Так как нотариус самостоятельно передает на госрегистрацию заявление о переходе права собственности, то нотариус сразу видит, что сделка прошла, переход права собственности зарегистрирован и отдает распоряжение банку о выдаче денежных средств продавцу. Спасибо. Следующий вопрос. Нужно ли заверять договор аренды квартиры у нотариуса на краткосрочный период? Прежде всего, хотела бы обратить внимание, что если речь идет о квартире как о жилом помещении, то корректнее говорить о договоре найма жилого помещения, потому что это именно жилое помещение и назначение у жилого помещения именно проживания, поэтому нужно говорить о найме. Он тоже может быть возмездный, платный. Нотариальные формы не предусмотрены ни как для договора аренды, ни как для договора найма. Договор аренды распространяется больше на нежилые помещения. Но вместе с тем, при желании, конечно, стороны могут обратиться к нотариусу и обличить форму в нотариальную. А что это дает, Анна Борисовна? Что это даст? Конечно, это даст уверенность в содержании договора, в соответствии содержанию требований закона и, конечно, бесспорности в удостоверении воли граждан. Спасибо. Есть звонок от телезрителей, вам хотят задать вопрос. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот есть завещание, где мы указываем, например, два лица. А нужно добавить, хочу добавить еще одно лицо. Надо завещание переписывать, или можно просто заполнить. А все только остаются старые. Спасибо. Да, конечно, нужно переделывать завещание. Это в форме другого завещания делается, нового. Конечно, нужно посмотреть текст предыдущего завещания и насколько вам нужно его изменить, потому что для бесспорности, чтобы потом никаких не было споров между указанными наследниками в первом завещании и в последующем, я рекомендую в последующем завещании указывать четко, что предыдущее завещание отменяется, чтобы не было двойного прочтения документов. Но вместе с тем, может быть, это совсем и не требуется, поэтому вам однозначно нужно обратиться к нотариусу и составить новое завещание. В текст предыдущего такие серьезные правки вносить нельзя. Инна Борисовна, обязательно ли обращаться к тому нотариусу, у которого составлялось первое завещание, либо можно составить его у любого другого? Да, конечно. Самое главное, чтобы была соблюдена нотариальная форма и можно составить у любого нотариуса абсолютно. Скажите, пожалуйста, а наследственное дело будет открываться у последнего нотариуса, у которого составлялось завещание, либо также можно обратиться к третьему нотариусу? Да, самое главное, чтобы было совпадение по месту последнего жительства наследодателя. Наследственное дело открывается у любого нотариуса в том округе, в котором находится последнее место жительства наследодателей. То есть если проживал наследодатель в Самаре, то у любого нотариуса города Самара. Спасибо. Следующий вопрос. Могут ли заверить на работе доверенность на предоставление интересов несовершеннолетнего ребенка в больницу на бабушку? На работе отказываются, основываясь, что нотариус должен это сделать? Разъясните, пожалуйста, Анна Борисовна. Я думаю, что отказывают верно, потому что в данном случае по общему правилу доверенности нотариальные, но есть случаи, когда гражданский кодекс приравнивает доверенности к нотариальному удостоверенному. И это определенный случай, когда, например, совершеннолетний дееспособный гражданин находится в каком-то определенном стационаре, и там он находится всегда, и нет возможности обратиться к нотариусу. Также это случаи, когда получают заработную плату, пенсию и пособие, и удостоверяют доверенность по месту работы, и на получение определенной корреспонденции также может быть по месту работы даже неценной. Поэтому в гражданском кодексе названы четко статьи, которые говорят о тех случаях, когда доверенность может быть совершена не у нотариуса, но когда она приравнивается к нотариальной. В данном случае это не этот вариант, и доверить так нельзя. Спасибо большое. У нас еще есть время в эфире. Уважаемый телезритель, дозванивайтесь, пожалуйста, и ваш вопрос обязательно попадет к нам сегодня в программу, в прямой эфир программы «Территория права». 202-11-22. Именно по этим телефонам нужно звонить, чтобы ваш вопрос попал к нам в прямой эфир. Инна Борисовна, вот такой вопрос. В 2002 году умерла мама, в 2003 я вступила в наследство по закону. В наследственной массе были только ценные бумаги. Но знаю, что у нее был вклад в Сбербанки. Сейчас можно получить компенсацию, но вот в бумагах у нотариуса только ценные бумаги указаны. Как поступить, чтобы вписана была в Сберкнижку, или это только через суд? Я так понимаю, что в надлежащем виде вступили в наследство. Было оформлено. Да, и вовремя оформили на часть уже какого-то наследства. Поэтому обращаться в суд необходимости нет. Нужно обратиться к тому нотариусу, где было открыто наследственное дело, где были оформлены права на денежные средства, и устно указать организацию, в которую нотариус должен делать запрос. Нотариус делает запрос о принадлежавших наследодателю акциях. И после этого... Вклад в Сбербанки, Борисовна. Вклад в Сбербанки. Ну, также в электронном виде еще проще. Это также делается в режиме электронного документа оборота. Через 2-3 дня уже придет ответ. Поэтому выдается в данном случае дополнительное свидетельство о праве на наследство. и обращение в суд не нужно, если на часть имущества было оформлено ранее наследство. Ну, насколько мне известно, нотариусы всегда спрашивают наследников, был ли вклад. Давайте мы проверим. Это так? Да. Конечно, мы всегда спрашиваем, есть ли вклад. Если даже наследники говорят, что нет, не было или были закрыты, мы все равно с разрешением наследников делаем запросы в Сбербанк, потому что по некоторым закрытым счетам положена компенсация. По некоторым счетам есть компенсация на оплату ритуальных услуг, которые наследник не получал, не знал о том, что нужно получить. И можно будет получить только посредством выдачи сельства правильного наследства. Ну вот, тем не менее, такой вопрос имеет место быть. В каком случае? В 2002 году, здесь указано, что в 2003 году оформляли наследство, может быть, был тогда документ оборот бумажный, может быть, не дошел ответ из банка, может быть, не все счета подняли, ведь все структуры переходят на элекционные документы оборотов. То есть сейчас это намного проще и удобнее? Намного проще, удобнее, и порой Сбербанк раньше отказывал в случае полного несовпадения фамилии, имя, отчества, даты рождения и места регистрации гражданина. Сейчас мы часто ведем переписку и поднимаем с помощью архивных данных, где раньше проживал гражданин, где раньше было его место регистрации, чтобы наиболее полную дал банк ответ. Конечно, они сохраняют всегда банковскую тайну, но при этом при указании предыдущих мест регистрации вкладчика вновь и вновь можно запросить банк. Спасибо. Такой вопрос. В марте 2019 года умер отец, оставив завещание на одну шестую долю квартиры мне дочери. Но к нотариусу я пошла только через 8 месяцев. Моя мама, вдова умершего, хотела написать отказ на прочитающуюся ей по закону маленькую часть от этой одной шестой доли, чтобы не платить лишние деньги. Нотариус сказала, что отказ она могла написать, если бы после смерти не прошло 6 месяцев. Вот у меня вопрос, прав ли нотариус? Мы ушли от нотариуса, оставив все как есть. Как жили в этой квартире, так и будем жить. И как долго можно не оформлять ту одну шестую долю. Квартира все равно не отойдет государству, просто ее нельзя будет продать. Спасибо за ответ. Да, в принципе, верный ход мыслей. Со своей стороны могу прокомментировать это таким образом, что действительно наследники должны обратиться в течение 6 месяцев после факта смерти. И настоятельно рекомендуем все-таки всегда обращаться к нотариусу с просьбой подать заявление об открытии наследственного дела. Такое заявление подается бесплатно, оформляется оно нотариусом, и говорит просто о том, что наследственное дело открыто. Сроков для выдачи свидетельства о праве наследства нет, не существует. И никто не говорит о том, что это обязанность. Это право каждого гражданина. И действительно, если вы до конца ничего не дооформите, то продать квартиру такую нельзя будет. Но потом, спустя какое-то время, всегда оно перейдет в другое наследственное дело. Отказаться от наследства действительно можно только в течение 6 месяцев. И, видимо, вам нотариус так сказал, потому что вы все вместе были прописаны. Можно, конечно, посмотреть, есть ли еще право пережившего супруга, и как-то рассмотреть с этой точки зрения. Но нужно, конечно, видеть все документы. В любом случае, если вы не оформите, не дооформите свои права и не получите сельско-праве наследства ни вашей мамы, ни вы, то никому эта квартира не отойдет, и государство не может претендовать на эту квартиру. Продать, подарить и распределиться иным образом нельзя будет, не дооформив права. Спасибо большое, Инна Борисовна. Что же, наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю вас за, как всегда, очень верные, квалифицированные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Следите, пожалуйста, за нашими анонсами на сайте и в соцсетях. И обязательно дозванивайтесь в нашу программу. Ну и, конечно же, периодически на ваших экранах появлялись телефон и сайт Нотариальной палаты Самарской области. Он очень информативен. Все время это напоминаю вам, уважаемые телезрители. И можете дозвониться также в Нотариальную палату. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова